здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале иванова наука поговорим с вами о очень серьезной теме как обеззаразить землю конечно почва после культуры томата баклажана перца огурца многих других растений в ней накапливаются всевозможные патогены но конечно обе дезинфицировать полностью почву вот что прям уничтожить там всю микрофлору хорошую плохую потом заселить туда конкурентную ну там сенную палочку триходерму псевдомонада еще что то это конечно практически невозможно почва такой уже живой котел да невероятно живой котел что можно сделать лишь поверхностную дезинфекцию о поверхностной дезинфекции почвы мы с говорили это очень важное мероприятие над уксусная кислота например то есть смесь перекиси водорода с уксусом с уксусной кислотой там другие меры они конечно являются очень эффективными потому что на первом этапе чтобы минимизировать попадание всевозможных вредных организмов на почву надо просонировать ботву перед тем как вы начнете и и вытягивать из теплицы но все-таки несмотря на это какое-то количество спортом кусочков растений с вот этими патогенами они все равно здесь останутся поэтому вот эта поверхностная санация над уксусной кислоты рецепт вы видите на экране напоминаю вам его она очень очень хороша что мы делаем после над уксусной или там какими-то другими составами да можно там пятипроцентным железным купоросом пройтись по поверхности я напомню вам что для того чтобы это было эффективно надо не выкапывать растение вот эти долги ки огромные потом не сейчас конечно потом я буду это делать авось концу сентября начале октября ну как заморозки позволит по крайней мере я собираюсь долго выращивать здесь растения но как бы там ни было я их срезаю чтобы не выкапывать до минимально трясти ими выкапывать корневая система остается в почве оставляя там значительное количество органического вещества в том числе это важно и вот когда вы не перекапывая вот все что на поверхность у вас упала пройдетесь вот этими дезинфицирующими составами это все очень хорошо что мы делаем после этого через недельку можно ее взрыхлить перекопать но то как у вас принято вашем хозяйстве взрыхлить вполне вполне нормально и посеять сидераты и вот здесь сидераты могут сыграть очень неблагоприятную роль особенно если речь идет о таких сидератах как горчица и другие крестоцветные я сейчас поясню почему дело в том что крестоцветные сидераты являются невероятно мощными поглотителями азота начиная прорастать горчица там рапс редька все остальное начинают вытягивать из почвы весь азот и здесь такая ловушка образуется какая ведь нам очень важно чтобы любые кусочки которые остались непредезинфицированными к на которых остались фитопатогены кладоспариоз в первую очередь серые гниль да и фитофтора тоже вот нам очень важно чтобы эти кусочки не остались до весны чтобы они были полностью уничтожены здесь конечно что надо сделать обязательно внести триходерму триходерма сожрет эти кусочки вместе с патогенами очень быстро но не всем к сожалению триходерма доступна триходерма км е является очень мощным препаратом чему я про него все время говорю да потому что он не просто содержит некую триходерму он содержит очень много изолятов сразу направленным действием которые очень помогают помогут вам содержать ваши посадки в полном порядке без болезней но но не всем это к сожалению доступно и я с вами поделюсь таким очень простым действием которое вы должны сделать обязательно перед посевом сидератов вы должны внести азотное удобрение немного в половинной дозе хотя бы 10 грамм аммиачной селитры мочевины там другой селитры какой-нибудь можете зеленой бродиловкой обогатить можете хорошо разложившийся навозик сюда добавить да странная же странный совет мы все время говорим о том что азот не надо добавлять осенью он не сохранится у нас до весны а нам и не надо из-за того что мы сеем сидераты азот вытягивается этими сидератами и не хватает почвенным микроорганизмам ведь самые главные наши помощники в борьбе за урожай это почвенные микроорганизмы без азота они не станут разлагать вот эти кусочки и эти кусочки все останутся целенькие вместе с фитопатогенами перейдут к нам на будущий год если мы сейчас немножко перед сидератами под азоте у нас очень сильно активизируется микрофлора и она доест все вот эти целлюлоз содержащие а для того чтобы целлюлозу разложить надо много азота понимаете нет азота все нет разложения и конечно аборигенная микрофлора она ну послабее безусловно послабее чем от селектированная специальная триходерма но это лучше лучше чем если вы не сделаете этого не внесете азот надо ли вносить азот если вы также вносите триходерму да это очень хорошо в любом случае потому что будь то триходерма или аборигенная микрофлора может быть вашей теплицы тут и триходерма есть тоже это ну не редкость просто она дикая а в препарате она специально от селектирована и и все равно подкормить нужно поэтому обязательно перед посевом сидератов добавьте немножко азотика это будет очень и очень благоприятно что ж простой совет но очень эффективный на этом я прощаюсь с вами до встречи